С постоянным приростом населения и строительством множества зданий кажется, будто наш мир становится все меньше и меньше. Более того, из-за развития технологий, путешествия между континентами теперь занимают не так много времени. Тем не менее, мы все еще не можем проехать через весь мир на автомобиле, поскольку еще не существует подобной дороги, которая обогнула бы весь земной шар. Но что если мы построили бы такую дорогу вокруг планеты? Чем бы это обернулось? И надо ли вообще строить такой автомагистраль? Давайте попробуем разобраться в сегодняшнем выпуске. Погнали! Итак, давайте сперва взглянем на нынешнюю обстановку дорожной системы в мире. Каким образом соединяется нынешняя мировая дорожная сеть? В мире существует всего 4 глобальных дорожных сети. Самая крупная из них – евро-афроазиатская дорожная сеть, которая объединяет Европу, Африку и Азию. Эти три континента объединяются сушей. То есть, из любого из этих континентов можно добраться до другого по суше. Поэтому такая крупная дорожная сеть, объединяющая все три континента, определенно имеет смысл. Тем не менее, все же есть один нюанс. Технически попасть из Африки в Евразию, то есть на Ближний Восток, только через сушу невозможно. Всему виной Суэцкий канал, который соединяет Средиземное и Красное море. Через Суэцкий канал были построены три моста, которые объединяют Евразию и Африку. По ним можно перебраться на другой континент – на автомобиле. Но поскольку они являются переправами, то фактически они могут считаться разрывом во всей дорожной сети. С другой стороны, несмотря на это, евро-афроазиатская дорожная сеть беспрерывна. Поэтому технически ее все же можно считать единой дорожной системой. Также крупная дорожная сеть имеется в Австралии – шестой по величине стране в мире. В отличие от евро-афроазиатской дорожной сети, о ней мало что можно рассказать. Поэтому идем дальше. Рассмотрим Америку. Дорожные сети Северной и Южной Америки представлены Североамериканской и Южноамериканской дорожными сетями соответственно. Как в случае с Евразией и Африкой, человек не может перебраться с Северной Америки в Южную, или наоборот, только по суше. Поскольку эти два материка разделены Панамским каналом – фундаментальным рукотворным каналом, который был открыт в начале 20 века. Тем не менее, как и в случае с Суэцким каналом, через Панамский канал построено несколько мостов, в связи с чем Североамериканскую и Южноамериканскую дорожные сети можно теоретически объединить в одну американскую сеть. Но даже несмотря на это, существует еще одна проблема – Дориенский пробел. Это крупный участок неосвоенной территории на границе Панамы и Колумбии. Он представлен с эльвой и болотами, поэтому на нем невозможно построить нормальные дороги. В связи с этим Дориенский пробел является единственным разрывом панамериканского шоссе. Постройка автомагистрали в этой местности также осложняется тем, что на территории Дориенского пробела царствуют военизированные силы и наркобароны. Таким образом, можно заключить, что несмотря на мосты, через Панамский канал, Североамериканская и Южноамериканская дорожные сети являются обособленными друг от друга. Следовательно, в мире существует четыре разрозненные крупные дорожные сети. Возникает вопрос, возможно ли построить такую автомагистраль, по которой мы могли, например, бы ездить на автомобиле от Лондона до Нью-Йорка и обратно. Давайте попробуем вместе построить огромную мировую дорожную сеть. Представим, что она берет свое начало в городе Кейптаун, в ЮАР, а заканчивается в чилийском городе Пунта-Аренас. Мы возьмем Пунта-Аренас в качестве конечной точки, потому что это самый южный город Земли с населением более 100 тысяч человек, а также самый южный город, находящийся на континенте. Путь начинается в Кейптауне. Первый отрезок пути. Нынешняя автомагистраль от Кейптауна до Киншасы. По ней вы можете добраться из ЮАР до Демократической Республики Конго за 51 час. В Киншасе возникают первые проблемы. Поскольку сухопутного моста между Киншасой и Бразвелем через река Конго не существует, сейчас этот путь можно преодолеть лишь на пароме. Чтобы наша мировая дорожная сеть работала как надо, нужно построить мост через Конго, который обойдется примерно в 444 миллиона долларов. Если мы построим мост, то сможем добраться до города Эдалия. В Барокко по уже существующей трассе. Весь путь идет через Африку и займет 7 дней и 6 часов. На выезде из Африки мы сталкиваемся с одной из главных проблем, мешающей постройке глобальной дорожной сети. Речь идет о Средиземном море, а конкретно о Гибралтарском проливе. И хотя его минимальная ширина составляет 14 километров, что не так много для строительства моста, этот пролив очень глубокий. В некоторых местах его глубина достигает 800-900 метров. Поэтому построить устойчивый мост через такой глубокий пролив почти невозможно. По оценкам, на такой проект ушло бы 24 миллиарда долларов. Но давайте представим, что мы построили такой мост. Переехав через него, мы оказываемся в испанском городе Аль-Хесирос. Туда мы можем добраться до Магадана за 7,5 дней по ныне существующей трассе. Таким образом, путь на автомагистрали от Кейптауна до Магадана займет чуть больше двух недель. Что касается британцев, то они могут попасть во Францию через тоннель под Ла-Маншем и впоследствии также добраться до Магадана. А вот австралийцев, новозеландцев и прочих жителей Юго-Восточной Азии и Океании стоит пожалеть. Ведь при нынешних технологиях строительство мостов от этих стран до Азии представляется невозможным. Ведь Тихие и Индийские океаны очень глубокие. Помимо этого, каждый мост, соединяющий эти регионы друг с другом, должен быть не менее 165 километров в длину. Что тоже неосуществимо в настоящее время. Итак, мы построили дорожную сеть. Что любой житель Евразии или Африки может добраться до Магадана на автомобиле. Стоит отметить, что на пути к Магадану имеется еще одна преграда, которую в настоящее время можно преодолеть лишь на пароме. Следовательно, через нее нужно построить еще один мост. Представим, что мост построен, и мы попадаем в Магадан. Но как попасть из Магадана в Америку? Пожалуй, это самая крупная проблема, которая возникла бы при строительстве такой глобальной дорожной сети. Дело в том, что Магадан – это крайняя точка, где заканчивается система автодорог России. Автодороги Камчатки и Чукотки уже не связаны этой сетью. Поэтому нам нужно построить около 2000 километров дорог от Магадана до Чукотского села Уэлен, самого восточного населенного пункта Чукотки и всей Евразии в целом. Расстояние от Уэлена до Аляски составляет 100 километров. Благодаря островам Диамида, которые расположены в центре Берингово пролива, мы теоретически можем позволить построить три относительно небольших моста вместо одного огромного. Эти три моста проходили бы через эти острова, которые были бы своеобразным перевалочным пунктом. Помимо этого, глубина Берингово пролива в среднем составляет 55 метров, поэтому такой проект вполне возможен. Тем не менее, ввиду холодного климата и своей масштабности этот проект стоил бы около 105 миллиардов долларов. Но давайте представим, что эти мосты нам удалось построить. Ближайший город Аляски, Ном, находится в 160 километрах от места, где заканчивается последний мост через Берингов пролив, поэтому нам нужно достроить еще 160 километров дорог до Нома. Также нужно достроить автомагистраль от Нома до североамериканской дорожной сети, которая берет свое начало в городе Фервэнкс, расположенном в сотнях километров от Нома. От Фервэнкса мы можем доехать по уже существующей автомагистрали до Явицы в Панаме. Путь займет 129 часов. Как вы помните, ныне существующая североамериканская дорожная сеть заканчивается около заболоченного Дарьенского пробела. Представим, что у нас появились технологии, позволяющие таки построить мост через эту местность. В таком случае мы, наконец, сможем доехать до Пуэнта-Аренаса. Конечные точки путешествия и всей дорожной системы в целом. Давайте подытожим. Чтобы создать единую глобальную дорожную сеть из трех имеющихся, как мы помним, австралийскую мы не берем в расчет. Нам необходимо построить сотни километров новых дорог, а также сконструировать фундаментальные мосты через ряд водных преград в разных уголках земли. Таким образом, даже при использовании самых новейших инноваторских технологий с учетом огромного финансирования, единственным теоретическим вариантом в обозримом будущем является автомагистраль от Кейптауна до Пунта-Аренаса. Протяженность этой дороги составит 54 тысячи километров, а весь путь займет 52 дня на автомобиле. По оценкам стоимость всего проекта составит 233 миллиарда долларов. Это чуть больше 1% ВВП США. На самом же деле это совершенно ненужный проект, ведь вместо того, чтобы колесить 52 дня по дороге, можно долететь из Кейптауна в Пунта-Аренас на самолете чуть больше, чем за сутки. Стоимость полета составляет около 2000 долларов, что куда меньше 233 миллиардов, которые могли бы быть потрачены практически впустую. Как вы видите, нет необходимости в создании глобальной автодорожной сети, ведь с нашими нынешними технологиями мы уже можем позволить себе путешествовать по всему земному шару. И все же было бы интересно взглянуть на такую гигантскую дорожную сеть. И раз уж мы уже заговорили о расстояниях, то в качестве небольшой бонусной части предлагаем вам посмотреть, насколько далеко вы можете уехать от остальных людей, находясь на нашей планете. Иными словами, давайте узнаем, какое место на нашей планете является самым удаленным от остальных. Первым в списке идет расположенный в Атлантическом океане архипелаг Тристан-де-Кунья с населением 250 человек. Ближайший населенный пункт. Остров Святой Елены расположен в 2000 километров к северу от архипелага, а ближайший континент Африка расположен в 2400 километрах от Тристан-де-Куньи. На архипелаге нет аэропорта, поэтому единственный способ попасть на него – это приплыть на лодке. Отметим, что суда из ЮАР проплывают мимо Тристан-де-Куньи лишь 8-9 раз в год, поэтому если захотите свободно перемещаться, находясь на этом архипелаге, то обзаведитесь своей лодкой. Второй в нашем списке – остров Деон, входящий в состав Канадского арктического архипелага. В настоящее время на нем никто не живет, то есть он полностью необитаем. Оказавшись на нем, вы будете единственным человеком. Вокруг вас будут лишь бескрайние просторы зимних пейзажей. Ближайший населенный пункт, а именно деревня Резальют, с населением 229 человек, расположен на соседнем острове, в 80 километрах от Девона. Чтобы добраться от Резальюта, вам опять же понадобится лодка. Ну а в комменты напишите, насколько большой город, в котором проживаете вы. Сколько там человек? Может быть 300, может быть их несколько миллионов. Будет интересно почитать ваши комментарии в любом случае. Ставьте лайк, если вам было интересно. Подписывайтесь, врубайте колокольчик, чтобы не пропустить все самое крутое уже завтра. Спасибо за просмотр, заоценивайте предыдущие выпуски.